Еще раз всех приветствую! Сегодняшним видосом я открываю новую рубрику, где буду рассказывать про разные нелепейшие, тупые гитарные отмазы. Это, допустим, когда человек сидит в тепличных условиях, дома или где-нибудь на студии, или в гитарном магазине, на каком-то интервью, где он подготовлен, трезв, сидит со своим звуком, со своей гитарой, но при этом сыграть не может вообще ничего. То есть реально там просто один большой нелепый фальшивый срач, но комментаторы-фанаты говорят, типа, он просто не разогрелся, он просто показывал медленно, он просто не напрягался и прочую нелепую дичь. Сегодня мы про это поговорим. Первая серия у нас будет посвящена вот этому бреду, типа, он не напрягался. Но сразу такой небольшой дисклеймер, потому что, бывает, люди не понимают. Смотрите, есть выбор нот, есть исполнительское мастерство. Бывает, работает все вместе, бывает, не работает и так далее. Но про выбор нот мы проверить не можем. Допустим, как говорят, типа, вот гитарист придумал такой-то рифф. Часто говорят, например, что, типа, там, Хэммит придумал рифф Интерсема. Он его сплагиатил. Копаете в Википедию, там все будет объяснено. То же самое про другие какие-то вещи. Допустим, говорят, там, такой-то придумал соляк. А может, вокалист напел, и он снял. А может, это третье лицо какое-то пришло, и у него выкупили этот соляк. Все что угодно, может быть, мы это проверить не можем. Но по игре мы можем открыть глаза, уши и увидеть настоящую правду. Поэтому разделять четко. Выбор нот, про который мы ничего не знаем. Кто-то что написал, как, кому-то нравится, кому-то не нравится. И исполнительские качества. Итак, поехали. Буквально недавно в моей группе ВКонтакте у меня был спор с человеком на тему Дэйва Мастейна. Который, естественно, я думаю, что вы его помните. Кто канал мы смотрит, понимает, что мы на стримах смотрели много раз. Что по игре на гитаре он, как бы, совсем не грец. То есть все очень плохо. Жеваный, сраный, но типичные новичковые ошибки. То есть бесконечные какие-то интервалы резут, адский рассинхрон. Левая рука торопится, NW запаздывает. В правой руке все жеваное. Медиатор держит неправильно. В правой руке извлекает звук неправильно. Стоит низко, у некого датчика. То есть там крах полнейший. Просто типичный новичковый крах. То, что я вижу на руках, когда люди приходят, это вот такие же Мастейны. Мастейны из Самары, из Питера, из Москвы, из Хабаровска, из Магадана и так далее. Это просто все те же самые Мастейны. Итак, давайте посмотрим какой-нибудь фрагмент. Ну вот, как видите, это не игра на гитаре. Это просто вялое, унизительное, чахлое, жухлое, гнилое, серево в уши слушателям. Просто полный крах. Но господин с Польши сказал, типа, слушай, он просто не напрягался, он же, типа, давно играет, там, и прочее. Господа, чтобы сыграть подобные вещи, типа, а-ля всякие там хроматики и прочие штуки, чтобы сыграть это чисто и четко, аккуратно, напрягаться не нужно. Напрягаться нужно, если там какую-то адскую штангу тягать, или, может, отжиматься на мизинцах, еще что-то такое. Но то, что он там играл, там была какая-то бодяга такого типа. Она не требует напряжения. Я, видите, даже на гитару не смотрю. Я вообще смотреть никуда не нужно. И так далее. То есть с этим все четко и понятно. Здесь дело не в какой-то там напряге силе, что нужно, там, не знаю, быть на каких-то стероидах, чтобы сыграть такие вещи. Нет. Если у человека есть техника, даже если он устал, даже если он сонный, возможно, он запорит быстрый пассаж, возможно, он не сыграет какой-то мега-месси, вот там, далеко за 216-ми. Но вот такую базовую штуку, естественно, человек сыграет всегда, если он находится, ну, как бы, если он не адский пьян, а просто в нормальном состоянии, а он там полностью трезв. Может, там слегка какую-нибудь певчанскую бахнула, но нет, как бы, все равно это настолько игру в говно не превратит. Естественно, я не делаю вывод по одному видео. Я смотрел разные и концерты, и другие видео. Всегда жухлая труха. Всегда. Давайте посмотрим еще одного метального героя. Ну вот, то же самое. Здесь не игра на гитаре, а просто какая-то нелепая куриная возня. То есть, просто места живого нет. Видно, что у человека настолько слабые руки, то есть, может, он там и находит в зал, но по-гитарному у него руки крайне слабые. Просто шляпа. Здесь я даже сам играть ничего не буду, а для большего эффекта я вам покажу примеры, допустим, что у меня играла бывшая жена. Она его крошит по атаке, по мощности, по драйву, по подаче просто в ноль. Просто в ничто крошит. Давайте посмотрим. Ну вот, вы сами все видите и слышите. То есть, да, если представишь, что господин Кинг у нас, типа, не напрягался такой весь на расслабоне. То что у меня, блин, бывшая жена напрягалась? Нет, он тоже сел на расслабоне и просто его, по игре на гитаре, утопило в гнилом болоте. Просто в ничто. То есть, все годы, что он пытался что-то ковырять, она просто... Все, задаунстрочил его в хламину, и весь вот такой там игрец рифов, вот он просто посыпался. Хотя говорят, типа, там, слушай, ну это просто там не то, а давай послушаем студийку. А давайте послушаем студийку мультитрек-плеера. Давайте. Ну вот, как слышите, это просто нелепая, кривая, чавкающая, жеваная мазня. Это просто как будто новички-школьники пришли, на детском утреннике собрались, гитары повключали, что-то там пожужжали, их записали, они просто разбежались. Это просто кривой крах. Просто ужас. Поэтому еще раз говорю, что кому-то может понравиться выбор нот. Но вы же пришли на этот канал, чтобы учиться играть на гитаре, чтобы играть лучше. Ученики приходят именно для этого. Не для того, чтобы там, типа, молиться на какую-то жеваную вознюк, потому что им понравилось, как там интервалы соотносится. А именно, чтобы играть лучше. И мой канал именно об этом. Именно об этом 7 из 100 уроков. Именно своим примером, четким и ровным, я показываю, как надо играть. Бывает, говорят, типа, а Фред не играет больше 4 секунд. Господа, у меня плейлист Play True. Там, по-моему, 13 песен или 14 сыгранных честно. Я потом сниму отдельный видос, когда записываю. По-моему, где-то я уже показывал, но, тем не менее, можно будет снова повторить. То есть я сажусь, слышно, как скрипит стул. Все звуки из комнаты. Я вырубаю сзади редактор. И, честно, одним дублем отыгрываю весь трек. Весь трек. Бывает, там где-то промахнулся, может, Бен чуть не попал. Побывает, там где-то поторопился. Но, в целом, уровень вы, как бы, слышите. Это, естественно, не то, что там какие-то Кирикини, Мастейн. Это уровень именно нормальный, мощный, профессиональный. То есть тайминги, высекалово, четкость, отсутствие всякого сериала бесконечного. Где-то у меня там был какой-то маленький пуп, по-моему, перед соло. Последним Play True, там у меня проскочила такая фишечка. Но, как бы, это, можно сказать, почти все. Как бы, весь срач за 13 треков. Поэтому, вот как-то так. В общем, смотрите обязательно уроки. Подписывайтесь на канал. Помните, что здесь столько правды. Короче, пока.